Понимание, наверное, вот взаимопонимание. Хочется, чтобы тебя слышали, что ты пытаешься донести информацию, и люди услышали от тебя. Вот это, наверное, самое сложное. Остальное, все остальное можно решить. Бывает мнение, что женщине рекомендуется около шести стимуляций. Если перенесено супружеской паре шесть эмбрионов и беременность не была достигнута, это тоже говорит о том, что нужно. Проблема лежит где-то глубже, и, возможно, нужно прибегать к донации либо спермы, либо яйц клеток. Когда подошел, наверное, 10 класс, и было нужно выбирать профессию, как-то вот так на семейном совете в душе, наверное, какой-то был призыв. Решили, что будет медицинский университет. После мединститута уже интернатура была гинекология сразу, и после интернатуры я уже пришла работать в эту клинику, и здесь уже работаю 13 лет. Конечно, тяжело говорить всегда о неудаче. Приятный результат, положительный, всегда сообщать намного приятнее. Но, к сожалению, приходится это делать. Пытаемся максимально пару подвести к тому, что это не приговор, и продолжать нужно, и пытаться нужно, и вероятность беременности у нас все равно есть, и нужно к этому стремиться идти дальше. И когда мы с ними проводим консультацию по неудаче, всегда идет, вот как бы, все равно нужно постараться расположить пару, что никто в этом на самом деле не виноват, и нужно пытаться при возможности выявить причину и двигаться дальше. Надо пробовать, и надо пробовать себя. Если есть силы, желания, надо пробовать не отчаиваться. Поэтому при наличии супружеской пары беременность можно сделать всегда. Просто какими силами, средствами, и насколько это будет растянуто во времени, действительно у каждого индивидуально. Но продолжать нужно всегда. Здоровый ребенок возможен, но это связано, если мы проводим предимплантационную генетическую диагностику, это позволяет избежать хромосомных аномалий. К сожалению, этот метод не всегда позволяет избежать генных заболеваний. Если пара о них не знала заранее, если известно заранее какой-то мутации в каком-то гене, мы можем его преодолеть с помощью данных современных методов диагностики. То, что касается пары, которые не проводят предимплантационную генетическую диагностику, пороки развития все-таки возможны у плода, потому что это зависит не от самой программы ЭКО, это зависит от генетики, которой пары передадутся своими половыми клетками. Поэтому частота пороков развития, ну в среднем, возможно, это процентов 5, наверное, до 80%. Немного, но крайне редко, но не встречается. В настоящее время просто существуют методы уже диагностики каких-то хромосомных аномалий или пороков развития во время беременности. В случае, конечно, их выявления показано прервание беременности. Ой, у нас недавно была пара, молодая пара первая, они пришли первично на ЭКО сразу. И в момент, когда констатировали факт беременности, там было двойное, я такого счастливого папу не видела давно. он просто светился весь, и он сидел, смотрел на аппарат УЗИ, не слышал ничего, и он настолько счастливым. Очень было приятно видеть. Вот такого счастья вот каждому нужно пожелать. Она живая. И это каждый день эмоции. Вот, поэтому это самое главное. И очень классно, то, что когда видишь, когда действительно люди получают ребенка, то зачем пришли? Это самое главное. Играет музыка. Играет музыка. Продолжение следует...